Друзья, всем привет, с вами Snowwise, добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня на канале у меня будет сравнение двух супербюджетников от компании Samsung. Обзоры на эти телефончики были у меня на канале не так давно, ну а сегодня мы сравним их лоб в лоб. Дело в том, что по цене они не так сильно далеко ушли друг от друга. Если А12 от Samsung стоит у нас порядка 12 тысяч рублей, то А02С порядка 10. 2000 рублей разницы, но тем не менее мы попытаемся разобраться, стоит ли А12 лишних 2000 рублей или же может стоит просто взять А02С. Ну или эти два телефона не стоят ваше внимание. В общем, сегодня сравнение лоб в лоб. Посмотрим на тесты, посмотрим на игры. В общем, поговорим об этих телефонах. Ну а герои сегодняшнего обзора сравнения Samsung Galaxy A12 и Galaxy A02s на текущий момент времени можно купить по цене 12 и 10 тысяч рублей, соответственно. Они очень похожи и у них одинаковые экраны 6,5 дюймов с практически идентичными PPI. По железу, несмотря на то, что чипсеты здесь разные, у Galaxy A12 MTK, а у A02s Snapdragon, они плюс-минус одинаковые по мощности. Отличаются они модулями камеры. У A12, естественно, 4 модуля, плюс основная камера 48 мегапикселей, а у A02s 13-мегапиксельный основной модуль. Ну и плюс ко всему, если для вас важно наличие NFC, то Samsung Galaxy A12 будет предпочтителен, потому что у A02s NFC нет. По аккумуляторам они также похожи, 5000 мА у обоих телефончиков. Ну и по размерам и по весу тоже практически паритет. В общем и целом телефоны действительно очень и очень близки, ну а разница в цене у них составляет порядка 2000 рублей. Что в этих телефонах похоже? Ну, здесь у нас диагонеля 6,5 дюймов, что в A12, что в A02s и разрешение экранов у нас здесь HD+. По качеству экранов я бы сказал, что телефончики плюс-минус похожи. Что по яркости экрана, что по цветопередаче, да и в принципе мне кажется экраны здесь практически идентичные. По модулям камеры здесь у нас ситуация следующая. В A12 у нас 4 модуля камеры, 48 основная, 5 широкоугольный модуль и по 2 мегапикселя макро и портретник. В A02s всего лишь 3 модуля камеры, 13 основная и 2 мегапикселя макро и 2 мегапикселя портретник. Аккумуляторы здесь у нас тоже одинаковые, 5000 мА. По толщине телефончики плюс-минус равны, но A02s буквально чуть-чуть, буквально совсем чуть-чуть тоньше и легче. Если A12 у нас весит 202 грамма, то A02s меньше 200 граммов, 197-198. Но в общем разница не критична, да и так в принципе не ощутимо. Что касается портов, то здесь у нас Type-C даже в супербюджетном A02s, и за это конечно хотелось бы сказать спасибо Samsung, наконец-то даже в сверхбюджетные смартфоны стали вставить именно Type-C, а не microUSB. Если мы посмотрим на синтетику, то в Antutu, естественно, телефончик A12 набирает больше попугаев. Здесь чуть более производительная стоит у нас система MTK-P35. В A02s, несмотря на то, что Snapdragon, но довольно старый и заслуженный Snapdragon 450. Ну и плюс ко всему, в A02s у нас 3 гигаоперативки и 32 в стройке, в отличие от A12, где 4,64. Что касается Geekbench, то здесь ситуация похожая. A12 набирает гораздо больше баллов, причем в восьмиядерном режиме практически в два раза больше баллов. Но на синтетику обращать внимание не стоит. Дело в том, что если мы запустим PUBG на обоих телефончиках, то увидим, что они оба тянут эту игрушку, хотя и на минимальных настройках. Предлагаю вам посмотреть, как эти игры идут на обоих телефончиках. Продолжение следует... Продолжение следует... Как мы видим, никаких проблем, что у A02s, что у A12 нет. Да, на минимальных настройках, но поиграть вы сможете. Можно попробовать сделать реальный тест запуска приложений. Допустим, давайте запустим Chrome синхронно. Нажимаем. Здесь даже у A02s запуск удался чуть быстрее. Давайте запустим несколько сайтов. Допустим, Википедию одновременно. Здесь уже A12 у нас оказался шустрее. Давайте вернемся на основной рабочий стол. И попробуем запустить другой сайт. Ну, допустим, YouTube. Мобильную версию. Здесь плюс-минус с одинаковой скоростью удалось открыть эти сайты смартфончиком. Давайте попробуем открыть сайты FOPDA одновременно. FOPDA раз, два, три. Ну и да, прогрузилась A12 чуть-чуть, буквально на какую-то долю секунды. Загрузил быстрее. Ну и давайте здесь уже на FOPDA загрузим какую-нибудь статью. Здесь уже A12 ощутимо быстрее. Все-таки сказывается, конечно, лишний гигабайт оперативной памяти. Но она, естественно, лишней никогда не бывает. 4 гига всегда будет лучше, лучше, чем 3. Замечательно. Давайте закроем и попробуем уже открыть непосредственно приложение YouTube. Ну и здесь странным образом A02S открыл у нас приложение быстрее. Удивительно. Давайте попробуем нажать навигатор. Вернемся на главную страницу. И давайте еще раз сделаем перезагрузку страниц. Ну, плюс-минус одинаковый. Давайте еще разочек. Опять плюс-минус одинаково. Здесь, собственно говоря, выявить победителя не удается. Хорошо, давайте запустим еще несколько приложений одновременно. Допустим, календарь. Здесь чуть-чуть быстрее, буквально на долю секунды был A12. Часы. Опять же, A12 буквально на долю секунды. Ну и давайте запустим теперь Play Market. Ну и здесь, опять-таки, плюс-минус одинаково. В принципе, по железу, как я уже сказал, они плюс-минус равны. П-35 и Snapdragon 450, и они плюс-минус одинаковые. Разница только в оперативной памяти. Естественно, в A12 у меня 4 гига, а в A02s 3. За счет этого некоторые приложения будут открываться, конечно, на A12 быстрее. Но, в общем и целом, если посмотреть скорость работы, то здесь каких-то кардинальных отличий не будет. И даже бюджетник A02s довольно-таки споро открывает все приложения. Довольно шустро перемещается по меню. В общем, вполне себе адекватно реагирует. Что касается камер, то, естественно, в A12 основной модуль 48 мегапикселей будет поинтересней. Но я не могу сказать, что прямо-таки, ну, кардинально лучше получаются фотографии на A12. Некоторые фотографии чуть более, скажем так, имеют теплый и приятный оттенок на A02s. В общем, по балансу белого зачастую мне даже A02s нравился больше. Но, понятное дело, что по детализации, если мы будем приближаться, A12 будет впереди за счет модуля 48 мегапикселей против 13 у A02s. Вот таким вот образом. Но могу сказать, что мне понравилось, как телефончики эти фотографируют, что A02s, что A12 на улице так вообще приятно. Ну, вот по цветопередаче, да, разница видна. A12, он немножко холодит, а A02s такие теплые тона у нас получаются. Вот, и кому-то может понравиться так больше, кому-то так. Опять же таки, сказать, что A12 кардинально лучше я не могу. По видео они тоже плюс-минус показывают одинаковые результаты. Full HD 30 кадров в секунду. Поэтому, несмотря на чуть лучший модуль, A12 здесь, ну, я не могу сказать, что прям-таки победитель. В общем и целом, телефончики очень и очень похожи. Если бы A02s у нас продавался в варианте 4,64 по такой же цене 10 тысяч рублей, мне кажется, это был бы даже чуть более интересный вариант, нежели A12. Но здесь есть достаточно большая ложка дегтя. К сожалению, в A02s у нас нету модуля NFC, который многим, я знаю, действительно очень нужен и важен. Поэтому, если вам нужен NFC, то однозначно ваш выбор это A12. Если же NFC вам не нужен, то я предлагаю даже сэкономить немножко 2000 рублей и приобрести A02s. Вы можете вставить карту памяти побольше и даже не заметите, что у вас 32 гига встроенного хранилища. Но при всем при этом у вас будет довольно-таки неплохой телефончик с хорошим аккумулятором, который будет довольно долго жить от заряда батарей. Причем A02s живет от заряда батарей порядка трех дней. Мне это действительно очень и очень понравилось. В общем и целом, телефоны довольно похожи и выявить победителя практически нереально. И у A12 и у A02s есть как сильные стороны, так и слабые. Поэтому, естественно, как обычно, выбор будет всегда за вами. Ну а покупать или нет эти два смартфона, я могу сказать так, что если вам нравится продукция Samsung, если вы подыскиваете недорогие новые смартфоны от компании Samsung, то, конечно же, покупайте. Но если мы говорим в общем и целом, то, естественно, за эти деньги можно купить телефоны других производителей с более производительным железом, с более интересной начинкой. Допустим, те же телефончики Realme C3 или Realme 5 будут стоить сейчас порядка 10 тысяч рублей, Realme C3 даже чуть дешевле. Ну а если мы говорим о конкурентах Samsung A12, то Realme 6i за те же 12 тысяч рублей подарит вам 128 гиг внутреннего хранилища и более производительное железо. В общем и целом, телефоны неплохие, но понятное дело, что всегда можно найти за эти же деньги лучше. Вот такой вот обзор сравнения у нас получился. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну а я буду с вами прощаться, с вами был Айс, всем пока!